И доброе-доброе-доброе утро, дорогие телезрители канала Саха-24, которые, ну, буквально минут 10 тому назад были радиослушателями Саха-радио. В эфире рубрика «Якутск сегодня» и на волне вот вчерашнего скандальчика с общественниками, которые получают премию с определенными нюансами, скажем так. Да и я про Антона Васильева, который является на самом деле божьим человеком, помогает очищать наш город от мусора и от другой скверна. Там вот вручение общественного приза сопроводился неким акцессом, который, ну, конечно же, палочка такая, которую должны зарубить на носу все организаторы подобных конкурсов и прочего. И няшных девочек вам всем в эфир, дорогие друзья! Все-таки Новый год близится, да, но! Но я хотел бы все-таки, вот, мало того, что Новый год, подарки, там, то да сё и так далее, да, но еще раз, на минувшей неделе было послание президента нашей страны, в котором одной из ключевых тем прозвучало. Все больше и больше граждан должно вовлекаться в благотворительные движения. Кому, как ни различного рода благотворительным фондом, вовлекаться, быть уже вовлеченным в течение уже десятков лет в благотворительные движения, я не говорю про девочек с Доброй Якутии, они только организованы буквально в октябре, да? А крупнейший благотворительный, один из крупнейших благотворительных фондов «Дети Саха Азии». Насколько я знаю, госпожа Андрея Асян совместно с фондом «Дети Саха Азии» уже несколько лет занимается вот тем, что подросткам, которые, ну, трудным подросткам, делают подарки на Новый год. Да вообще Новый год тема такая, подарки, там, ёлочки, там... Добрые дела. Фотосессии, добрые дела, да? Хорошо, давайте вот немножко трудных подростков оставим немножко в стороне, да, Елена? Елена Щеглова, координатор социальных проектов фонда «Дети Саха Азии», и вот две девочки замечательные, которые буквально в октябре начали такой замечательный проект «Добрая Якутия», который при содействии фонда будущих поколений набирает оборотов среди студентов, вузов и СУЗов. И помните, вот Сергей Васильевич на защите вашего проекта говорил, почему только Якутск? Да, помню. Да, почему только Якутск? Где ваша география движения, почему с первых не наладили, допустим, связи с Алданским медучилищем, там, и так далее, и так далее? Ну, мы собираемся также проводить, вот, ну, расширять нашу территорию, но это уже со следующего года. Вот, а в этом году мы хотим обосноваться именно в городе Якутске и попробовать свои силы в городе. Вот, и со следующего года уже поехать в близлежащие районы и уже в последующем охватывать всё более и более улусы и районы. И районы, да. Но, да, не в обиду девочкам, всё-таки большинство социальных учреждений, оно накоплено, скопилось, вернее, в пределах административного центра, поэтому им как-то тут легче. Вот я слышал очень много хороших слов про вас, о том, что вообще любое социальное учреждение, будь то детский дом, там, коррекционная школа и так далее, они очень радуются, они сами, вот, сотрудники, они как дети радуются, когда кто-то помимо них приходит и помогает их детям, да? Да. В чём ваша помощь? Наша помощь в том, чтобы мы должны развивать детей как в творчестве, да, мы проводим мастер-классы по изготовлению галстук-бабочек, а также раскрашивание, а также мы проводим детям мастер-класс по пению, по танцам, вот, и как бы хотим, чтобы дети развивались, вот, а также им не хватает общения, человеческого общения, и вот в процессе этого мы пытаемся с ними наладить контакт, разговаривать с ними, говорить о каких-нибудь новостях, о фильмах, о книгах хороших, и в таком вот констекте они сперва, они какие-то замкнутые ребята, не отвечают на вопросы, а потом вот в последующем, когда вот с ними уже работаешь, уже с ними общаешься, они уже раскрываются, они становятся весёлыми, и как-то их расширяем, мы расширяем их кругозор, и чтобы они шли на контакт с людьми, когда уже вот выйдут социальные учреждения, чтобы они могли налаживать общение, и налаживать контакты, то есть мы их учим, как выживать в среде, среди общества, как-то так, ну, находить общий язык. Сашенька, дорогая, наверное, их надо учить, вернее, не учить, а вбивать им голову в то, что они такие же равноправные члены общества, да, и не надо там каким-то образом кексовать, комплексовать и прочее по поводу того, что они не по своей учтите вине, да, пребывали в стенах социального учреждения, согласна с этим? Да, согласна. Да, они такие же люди. Марина, есть что добавить? Кроме галстуков бабочек. Да, есть что добавить. Например, я ответственная в учреждении «Особый ребёнок». Это дети-аутисты. То есть мы раз в неделю приходим и занимаемся с детьми. И получается, что, как мы познакомились с руководителем Инны Скряпина, очень хорошая женщина, она очень обрадовалась к нашему приходу и говорит, что в основном вот дети и родители, они варились в собственном соку. То есть жили вот своей жизнью узкой, да, там никто не приходил, никто не уходил, там просто родители занимались поддержкой, с помощью поддержки родителей. Вот. И когда вот я пришла со своей подругой, они очень обрадовались и, ну, мы занимались с детьми, рисовали и, безусловно, детям уделяли там 20-30 минут. Вот. И потом там играли с ними, там в прятки, общались. И как-то, ну, родители были очень-то благодарны. Им и этого достаточно. Им и этого достаточно, да. Обычное внимание. Да, обычного внимания, заботы. И всё равно, как бы, дети учатся, учатся там в процессе дружить, да, учатся вот общаться. И то, что, как бы, приходят люди, им, как бы, в поддержку для родителей. То есть они очень радуются. Это немножко, как бы, раскрывает их группу, их центр. Вот. То есть вот этих, я не знаю, 6-7 минут общения, на самом деле. Ну, я много, конечно, сталкивался с таким проблемами, будь то там пожилые люди или это дети, да, которые находятся в каких-то специфических условиях. Реально, на самом деле, вот обычное человеческое общение, оно на самом деле бесценно. Я, так получается, что я первую часть, посещу девочкам, да, они более няшные. Да, они не ходят в сопровождении Андрея Асяна. И вы же работаете в союзе молодёжи. Работаете прямо. Да, в России к союзе молодёжи, да. То есть получается как? Вас в качестве комиссара, таком, кожанки и так далее, и так далее, направляет в союз молодёжи, налаживаете волонтёрское движение. Ну, не в таком концепте, коллега, конечно же. Это всё-таки ваша инициатива, да. Да, всё-таки наша инициатива, потому что каждая социальная организация, то есть молодёжная, да, у них есть такая ветвь, как волонтёрство. Вот, и каждая организация его развивает, ну, по-своему. Вот, и спасибо, ну, конечно, фонду будущих поколений, и они нас поддержали, нашу добрую Якутию, вот, и таким вот образом мы уже работаем уже два месяца. Поддержали материально. Да, поддержали материально. На орг расходы. Да, на орг расходы, да. Потому что всё-таки финансирование, оно нужно, потому что, когда вот мы приходим сегодня, ну, как бы, конечно же, общение же тоже нужно вот с детьми, да, но всё-таки развивать какие-то таланты тоже нужно. И для этого, конечно же, нужно финансирование более или менее. А я был на процессе общения с представителем фонда будущих поколений, отчётность у них очень строгая, насколько я понимаю. Да, строгая, да. Очень строгая, то есть они выделяют данное количество вот этих средств, и потом требуют жёсткой отчётности по этой же сумме, да? Да, по смете. У вас это более-менее получалось, так и так далее. Хорошо, к технике вопроса, как вы набираете своих волонтёров? Вот я так понимаю, что они не за фантики ходят, просто так, по зову. Да, да, по зову сердца. Мы работаем с вузами, ну, с вузами, мы ходим к ним и рассказываем про свою добрую Якутию, и желающие уже к нам подходят и записываются. Таким вот образом наша база расширяет, база волонтёров. Вот, да. Ну, как-то так. Через социальные сети набираем волонтёров, и через, ну, личные контакты в первую очередь. И, ну, в будущем планируем проводить семинары среди молодёжей, рассказывать о доброй Якутии, о волонтёрстве и развивать эту тему. Телефонный звоночек, аж прям, девочки, давайте примем. Алло. Добрый день. Добрый день. Воздравляю вас с наступающим Новым годом и волонтёров. Я бы, это, пенсионер якутского беспокоит вас. Я бы хотел спросить, вот, фонд будущих поколений, ну, давно создан. Я хотел бы спросить, они с профсоюзами работают или нет, профессиональные союзы они. И знаете почему? Потому что, ну, действуя... Ну, я, 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 скажем тут защиту девочек. Они не предъявляются представителям фонда будущих поколений, они взаимодействуют с фондом будущих поколений. Фонд будущих... Ну, слегка не в тему. Я режиссёров попросил бы всё-таки фильтровать в телефонные звоночки и не пропускать. Какие старики какие? Когда мы говорим о детях в трудной жизненной ситуации. Давайте я вот на этой ремарочке, скажем, простительной, может быть, каждый раз услышивать такое, да, и уводы в темп. Ну, искусимо, как говорится. Ещё раз, мы остановились на отчётности, да, то есть вот энное количество денег выделяется, энное количество денег вы должны очень строго отчитаться. Да, отчитывается. Мы были в Якутском колледже технологий и дизайна, а также в педагогическом колледже индустриальном. Вот, и детям очень нравится, потому что они, ну, вовлекаются в процесс учёбы, они могут общаться со студентами и спрашивать их о каких-либо вопросах, и на которых они, ну, как бы найдут ответы, то есть куда им пойти после окончания, вот, ну, после выхода соцучреждения, а также и найти себя, вот, в жизни. Девочки, а вам лично, да, вашим волонтёрам, ну, я представляю, что атмосфера в социальных учреждениях, она специфическая. Да, да. Тяжёлая, да. Как они вот с этим справляются? Ну, конечно, это психологически очень тяжело, и поэтому мы проводим для наших волонтёров всякие семинары насчёт психологической подготовки к тому, чтобы они будут работать с этими детьми, которые находятся в соцучреждениях или дети с ограниченными возможностями, да, и мы с ними общаемся, с психологами, и поэтому ребята, ну, хорошо всё, всё, как бы... То есть изнеженные мальчики и девочки, они более-менее нормально сталкиваются с реальными и не получают при этом шок, да? Ну, нет. Аллилуйя, девочки. А ещё, а как вас найти? Очень коротко. Так, мы располагаемся на Курошёву, 24, седьмой этаж, 7703B. А также у нас есть Инстаграм, это Добрая Якутия. И, ну, как бы... В соцсетях. Да, в соцсетях. Ватсапе, ватсапе. Хорошо. Добрая Якутия – первые участники нашего сегодняшнего эфира, который посвящён социальному волонтёрству. Мы продолжим ровно через несколько минут уже с фондом Дети Саха Азии. Куча Дедов Морозов даже в рекламе, а как быть, в том случае, если, ну, не получается привести Деда Мороза к тем детям, которые, ну, независимым от них обстоятельствам, они оказываются в таких жизненных ситуациях, когда... Первую часть мы посвятили общению с девочками из движения Добрая Якутия, которая только-только вот с октября месяца разворачивает своё движение, ну, пока в столице планируется в ближайшем будущем охват, конечно, близлежащих, особенно тех муниципалитетов, где расположены какие-то СУЗы и учебные заведения. В общем, они работают со студентами, вовлекают их в социальный волонтёрство. Замечательное, на самом деле, явление. Пусть они бабочки делают и акварель рисовать учат и так далее, и так далее, да. Основная клинация, мы тут выяснили, кто является безденчуком, кто нимфой, да, поскольку вроде бы конкурирующая фирма. Вы выяснили, что конкуренции как таковой нет. Фонд «Дети Саха-Азия» работает с подростками, которые состоят на учёте в ПДН, они пока ещё в семьях, да, не застрахован уже никто от того, что они оказываются в социальном учреждении. Ну, конечно, не застрахован, но мы боремся за то, чтобы дети оставались в семьях, потому что всё-таки воспитание с родителями – это лучше, чем воспитание в социальных учреждениях. Мы помогаем не только подросткам, это и маленькие дети, это могут быть и совсем новорождённые дети, которые ещё не понимают, но в будущем, может быть, и мама расскажет, что к ним когда-то приходил Дед Мороз и Снегурочка и поздравляли их с Новым Годом. И также дети, которые могут не ходить в садик, могут не ходить в школу по тем или иным причинам, к ним тоже волшебство должно приходить и подарки для детей тоже должны получать. Это слова Елены Щеглова, координатора социальных проектов фонда «Дети Сахази». Насколько я знаю, Андрей Асян, я просто фамилию только запомнил, не первый год, скажем, вот этого движения, когда инспекторы ПДН как раз и становятся Дедами Морозами для таких детей, которые, скажем так, состоят на учёте в ПДН. Да, эта акция идёт уже одиннадцатый год, фонд её поддерживает уже одиннадцать лет, сколько идёт акция. Но это не только Маргарита Нориковна, Андрей Асян, это и всё отделение по делам несовершеннолетних, это нас поддерживают многие организации города, магазины, Центр подросток предоставляет подарки, очень большое количество, почти каждый год. То есть очень многие граждане приносят подарки, то есть это не только Маргарита Нориковна. Да, мои коллеги-журналисты и работники, скажем так, вроде бы непонятно СМИ, то ли не СМИ, да, я имею в виду городская сеть, допустим, и КТ.ру тоже участвуют, да. Аллилуйя, ещё раз, второй уже раз говорю, чем больше людей вовлекается в социальное благотворительное движение, тем оно лучше. В чём особенности ещё, скажем, в того, вот этого направления, всё-таки Новый год близится, да, поэтому тематика вам ближе. В чём особенности ещё именно вашего вот, именно вашей акции? Наша акция, ну мы позволяем, точнее не позволяем, а приветствуем участие граждан в этих акциях. То есть граждане могут принести подарки нам в фонд, то есть если они хотят сами приобрести эти подарки, сладкие подарки, либо игрушки могут принести. Либо они могут купить купон, допустим, может так быть, что у людей нет возможности прийти к нам, либо они не успевают, нет времени. Они могут пожертвовать 100 рублей на купоне, и на эти деньги потом будут куплены подарки. То есть вот в этом, можно сказать, особенность. Ну и мы стараемся посчитать как можно больше семей. То есть в том году мы посетили более 1200 семей, ну точнее не семей, детей посетили, более 1200. То есть эта акция охватывает не только город Якутск, но и пригороды, допустим, посёлок Житай, село Пригородное, Хатасы. Эта акция распространяется и, может быть, тоже выйдет на республику когда-нибудь. Я этого ожидаю, потому что и в Булунском, к примеру, тоже есть дети, которые в такой же ситуации находятся. В Жиганске, в Амге и так далее. То есть первое мое пожелание, как старого, скажем так, уже общественника, расширять географию своего движения. И, Елена, вы понимаете, что благотворительность вещь такая, которая требует... Я неспроста спросил, какова степень отчётности перед финансирующими, скажем так, объектами. Как у вас... Вот купоны, вы говорите, там и так далее. Вот у людей просто может возникнуть такой вопрос, резонный вполне, где деньги, да? И Зина должна будет отчитаться по каждой копейке, которая направлена туда, адресно или не адресно. Да, то есть по всем деньгам, которые к нам поступают, мы отчитываемся. То есть, когда заканчивается на сайте ЕКТРУ продажа купонов, там видно определённое количество. Допустим, в прошлом году это было 562 купона. Это 56200. Они нам передают деньги ЕКТРУ. Мы на эти деньги приобретаем подарки. И потом отчитываемся. Отчитываемся, то есть в начале января, либо в конце декабря, там как успеваем, мы отчитываемся, что вот на деньги с купона было приобретено, допустим, столько-то, столько-то игрушек, столько-то подарков. Потом граждане нам принесли столько подарков, столько игрушек. Это всё ведётся учёт. Мы всё записываем. Каждого гражданина мы ведём реестр. То есть, ни один подарок не уйдёт никуда в другую сторону. Все подарки именно идут на эти цели. То есть, мы не берём никуда себе эти игрушки, подарки и прочее. Все подарки идут детям. То есть, если какое-то количество остаётся, то мы расширяем наш список. Допустим, берём какие-то ещё районы, какие-то ещё семьи. То есть, в любом случае, все подарки идут детям. Адресно. Адресно. Сколько вы сказали купонов в прошлом году? В прошлом году 562. Это, получается, 562 гражданина. Ну, в среднем, да? Ну, нет. Многие граждане покупают по одному купону, некоторые покупают 10 купонов. То есть, каждый сколько может, тот столько получает. Ну, получается, ну, в среднем 300 граждан всего приняло участие в ваш акции. Хотелось бы тысячами же. Десятками тысяч. Ну, конечно, тысячами. Вот был же пример, когда жительница Батагая купили билет, прямо вот за два часа собрали, да? Почему подросткам и так далее, и так далее, такое внимание, ну, такая степень внимания не может быть. Люди понимают, что не на что купить билет и не понимают, что просто может ребёнок оказаться без подарка, да? Без Деда Мороза, без ёлки. Просто потому, что родители у него такие. Я бы хотел обратиться ко всем, наверное, гражданам. Да, вот эти 300 граждан, конечно, низкий поклон им, да? 300-400 граждан. Давайте нарастим вот эту цифру до тысяч. До десятков тысяч. Что не обеднеем мы те, которые работаем, которые платим налоги от этих 100 рублей. Замечательная, на самом деле, идея. И более чем я буду рад, если будет такая же замечательная реализация. Ну, и общая такая, поскольку мы выяснили, что вы не Безинчук, вы не нимфа, да? Да, и наоборот. Кисти дают оба и оба. Всё-таки, что главное в вашем таком зачинании? Вот в том, что дарить момент волшебства, момент Нового года тем детям, которые вне зависимости находятся ли они в семье, где не всегда придерживается такой вот праздничной атмосферы, да? И находятся они в социальном учреждении, где сотрудники, конечно, хотят, но они зачастую не могут обеспечить домашний уют, семейный уют, да? Семейную атмосферу. Какие хотели бы пожелания, в принципе, озвучить? Ну, безусловно, перед Новым годом хотелось бы, чтобы детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, детям, которые сейчас болеют в больницах, вернуть им радость жизни, поддержать их. И у нас тоже проводится акция, это «Поможники Деда Мороза». Мы находимся в торговом центре «Прометей». Работаем там с 10... То есть не работаем, ждём вас с 10 до 8 вечера. Дети написали письма. И мы очень надеемся, что жители нашего города придут и возьмут письма, и осуществят желание ребёнка, купят. И там письма мы читали, подарки очень простые, там кукла, мячик, мишка, машинка. И очень надеемся, что письма дойдут до адресата. Вот, а так как бы... Каждый может стать Дедом Морозом, да? Да, каждый может стать или Дедом Морозом, или помощником Деда Мороза. Так, наш телефон 8-914-821-8313. Мы находимся в торговом центре «Прометей». Это Лермонтова, 98, на первом этаже находимся. Так, ещё раз телефончик озвучим. 8-914-821-8313. Это помощники Деда Мороза. Это помощники Деда Мороза. И ваши контакты? Наш телефон 42113-37. Находимся мы в самом центре города. Это бизнес-центр на Кирово. 42113-37. 42113-37. Это Деди Саха-Азия, да? Да. И телефонный звонок, вот тоже ещё страждущий, видимо. Говорите. Алло, здравствуйте. Да. Добрый день, здравствуйте. Низкий поклон девушкам. Я просто хотел узнать, куда принести свои игрушки, подарки, куда... Мы вас ждём в «Прометее». А это Лермонтова, 98. Адрес. А мы вас ждём на Кирово, 18, блок В, 8702. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. А девочки, вот не возникало идеи, скажем, сконсолидировать, сделать какой-то генштаб вообще всех таких благотворительных? Да, акций очень много, и некоторые акции как бы, ну... И всё равно не хватает, да? Да, акции нужны, если не хватает, потому что детей очень много. Да, и дети разные. Мы не чувствуем то, что это конкуренция, нет. Почему? Этих акций должно быть ещё больше. И потому что ведь доброта, ну, человека, она должна идти к детям. Как-то так. Да, просто ребёнок должен почувствовать себя любимым. Да, вера в чудо, они должны... Всё-таки то, что, возможно, они встретили вот Деда Мороза, Снегурочку, получили подарок, это же, как сказать, хорошее воспоминание детства. Это мы им дарим детство, веру в чудо, Деда Мороза, это же волшебство. Поэтому это нужно детям, и взрослым тоже это нужно. Да. И в будущем, думаю, что как бы всё равно сработаемся, пока вот как-то кто где работает по городу Якутск, но в одном направлении работаем всё равно, и думаю, как-то в будущем всё равно состыкуемся. И ещё раз спасибо, да, и от своего имени тоже, и от имени наших сотрудников НВК Саха за то внимание к детям, которые вы оказываетесь, девочки, вне зависимости, где вы работаете, в Доброй Якутии или в Дети Саха Азели, да. Вообще, такое направление, ещё раз, социальное волонтёрство, оно только приветствуется, только должно нарастать. И отрадно, что такие фонды, как Фонд будущих поколений, Фонд Дети Саха Азии, они проявляют должное внимание данному направлению и в нормальном уровне технически обеспечивают деятельность таких вот социальных волонтёров. Увидимся ровно через неделю. Спасибо.